Ежедневно более 120 тысяч брещан предпочитают добираться на работу, домой и по различным делам в общественном транспорте. А для того, чтобы поездка была приятной, а встреча с контролерами не закончилась штрафом, каждому пассажиру необходимо заблаговременно позаботиться об оплате проезда. Одни предпочитают по старинке покупать бумажные талоны, а кто-то уже освоил электронные приложения. Пока не буду осваивать. А почему? А потому что я изредка езжу из-за того, что мы так в основном на машине. У меня есть часы, на которых установлено специальное приложение, и очень удобно, когда сразу, когда оплатил проезд, приходит оповещение. Это удобнее, чем платить копейками и покупать билеты. Ну и тем более это государству выгодно. Как и ожидалось, молодежь лучше ориентируется в гаджетах, а потому быстро освоила систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня в автобусах и троллейбусах мы можем наблюдать QR-коды для сканирования от двух разработчиков. Это приложение TIX и Оплати. С их помощью можно было купить лишь разовый талон. Все изменилось с сегодняшнего дня. Через приложение Оплати пассажир может приобрести проездной билет на месяц. Нужно только зайти в меню и выбрать соответствующую опцию. Уже в Оплати запущены билеты месячные проездные, месячные проездные рабочего дня. Постепенно будут дорабатываться как в Оплати, так и в TIX билеты на один день, на три, на семь, десять дней. Билеты на количество поездок, там пять, десять, двадцать, до шестидесяти. Проездной билет рабочего дня действует только по будним дням. В выходной день по этому билету ездить нельзя, придется покупать дополнительные. Это для людей, которые пользуются транспортом только на работу с работой. Покупая такой проездной, не обязательно сканировать QR-код. Можно это сделать, находясь даже дома. Нужно просто выбрать желаемый вид транспорта и тип проездного. Это может быть полный месяц, либо только рабочие дни. Сейчас о цене. Проездной за полный месяц на автобус или троллейбус на данный момент стоит 31 рубль 50 копеек. Если же вы чаще ездите по рабочим дням, то аналогичный электронный документ обойдется в 25 рублей 20 копеек. Я пользуюсь услугой покупать талончик через электроны. Мне это удобно и комфортно. Также я покупаю проездной, который на бумажном носителе. По факту мне комфортно было бы, если бы я могла его приобрести в электронном виде. А с учетом того, что я могу, даже если телефон сядет просто по номеру телефона и выбиться мои данные, то, что есть ли у меня приобретенный талон, либо в наличии проездной, это было бы комфортно. Потому что бумажный носитель может упасть, потрепаться или еще что-то, это было бы комфортно. Если у нас, у молодежи есть возможность, извините за выражение, пользоваться техникой, мы это умеем, для нас это как вариант. Да, наверное, это удобно, в принципе. И, наверное, большой плюс в том, что можно выбрать только рабочие дни. Потому что по выходным люди часто дома или там на машине куда-то выезжают. Наверное, даже удобнее, чем бумажный, так как бумажный можно потерять и отвлекается водитель от дороги. То есть, опять же, деньги детям можно не давать, телефон есть у всех, можно и так оплатить, наверное. Ну и опять же, для тех, кто работает каждый день, наверное, все-таки это выгоднее. Взял телефон, оплатил и все. Жители Бреста уже оценили новую услугу и в целом возможность бесконтактной оплаты проезда. Ведь приобретая электронные билеты, взамен они получают целых три плюса. Водитель будет более внимателен на дороге, увеличится скорость и сократится интервал движения, а также уменьшится контакт с водителем и между пассажирами, что на данный период по-прежнему актуально. И самое главное, так называемых зайцев станет гораздо меньше.